Уважаемые крымчане, русскоязычные граждане Украины, жители юго-востока нашей страны, меня зовут Андрей Садовый и я работаю мэром города Львова. В последнее время вас, наверное, часто пугали, что вооруженные экстремисты, западенцы, приедут к вам, ваши города и будут на вас нападать, и поэтому в нашу страну надо ввести войска другого государства, чтобы защитить вас от бандеровцев западной Украины. Если вы в это поверили, если с ужасом ожидаете вооруженных гостей из Запада, я прошу вас услышать меня. Наш многонациональный город прошел через все ужасы войн прошлого столетия. Львов за последние сто лет семь раз переходил из рук в руки впоследствии военных действий. Все, что мы хотим сейчас, это мирное развитие всей Украины. Без коррупции, без криминальных чиновников, без унижения слабых. Да, мы очень многообразная страна, с разными языками, культурой, отношением к истории. Я сегодня сожалею, что за 23 года независимости страна катастрофически мало сделала для нашего единения, для понимания друг друга. Политики, преследуя корыстные интересы, с большой охотой делили нас и натравливали друг на друга, чтобы взрастить ненависть и получить наши с вами голоса на выборах. К сожалению, они в этом сильно преуспели. Но такая безответственная политика не могла продолжаться вечно. Сегодня ею пользуются те, кто хочет разделить Украину. Сегодня нам всем надо включить ум и самообладание. Крым, Юго-Восток. Я мэр города Львова. Поддерживаю ваше желание иметь больше полномочий для развития своих регионов и городов. Я сам регулярно выступаю за то, чтобы наделить местное самоуправление большей властью, позволить гражданам на местах решать много из тех вопросов, которые сейчас решаются в Киеве. Мы уважаем желание всех жителей Украины, украинцев, русских, крымских татар, евреев, граждан всех национальностей, мирно развивать свою культуру, разговаривать на своих языках, помнить свою историю. Но штыки чужой армии никогда не принесут нам мирного развития. Кровь украинских солдат, слезы матерей не принесут счастья никому в нашей стране. Да, все мы виноваты в том, что за время независимости не смогли построить страну своей мечты. Но эту задачу можем в будущем решить только мы с вами. Ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон этого не сделают. Давайте посмотрим друг другу в глаза, увидим там родственные души и не пустим ненависть в наши сердца. Я верю в Украину. Я хочу ее строить вместе с вами. Наша сила в единстве. Продолжение следует...